напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать сегодня вернемся в детство во времена ссср и так что советские дети показывали с помощью этого набора а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео с помощью этого волшебного набора ребенок мог открыть в себе талант юного фокусника благодаря этому уникальному набору получалось обзавестись не только ценным реквизитом для проведения показательных магических выступлений но и научиться самому мастерству демонстрации фокусов что это за электронное устройство для взрослых в которой любили играть советские дети это устройство стоп-тест которая автоматизировала процесс подготовки к сдаче по правилам дорожного движения и в целом делала обучение привлекательнее в наборе 50 карточек со 100 вопросами и нехитрый прибор в прибор вставляется карточка с вопросом на карточке расположенные особым образом проколы при нажатии кнопки на приборе замыкаются два контакта один сигнализирует о правильном ответе другой соответственно они правильным дырочки в карточках как раз и не дают замкнуть цепь определенным контактом так прибор сообщает о правильности ответа как зовут этого льва который работал в цирке и отправился на каникулы к бабушке в африку этого циркового льва зовут банифаций он главный герой советского мультфильма каникулы банифация по сюжету мультфильма банифаций приехал в африку к бабушке на каникулы однако отдохнуть он так и не смог потому что развлекал местных ребятишек разными трюками жонглировал ездил на велосипеде ходил по канату как назывался этот детский велосипед со складной рамой детский велосипед дружок со складной рамой предназначался для возрастной категории 3 5 лет велосипед оснащался металлическими крыльями защитой цепи багажником звонком и поддерживающими колесиками по бокам как кеша из фильма усатый нянь называл детей режиссер владимир грамматиков во время съемок фильма усатый нянь ласково называл детей бармалейчиками точно также называл своих воспитанников кеша которого сыграл сергей проханов как зовут дочерей юрия гагарина у юрий валентины гагаринах было две дочери старшая елена родилась 17 апреля 1959 года а младшая галина появилась на свет 7 марта 1961 года в каком классе большинство советских детей начинали изучать иностранный язык в большинстве советских средних школ изучение иностранных языков начиналось с 5 класса исключение составляли специализированные школы где учить иностранный язык начинали в первом или втором классах кто написал популярную детскую трилогию кортик бронзовая птица и выстрел повести кортик бронзовая птица и выстрел написал анатолий рыбаков книги завоевали популярность и были переведены на многие языки а также они были экранизированы у кого из героев популярного советского мультика были четыре сыночка и лапочка дочка у зайца из мультфильма мешок яблок были четыре сыночка и лапочка дочка которых он очень любил и всем об этом рассказывал что советские дети делали с гудроном в то время когда в советском союзе еще не выпускалась жвачка ей нашли замену в виде гудрона это черная пластичная масса который заливали крыши домов чтобы предотвратить протечку гудрон достаточно твердый но если его немного пожевать он становился мягче практически как настоящая жевательная резинка во что можно было сыграть с помощью этой настольной игры это советская настольная игра баскетбол выпускалась в 80-е годы 20 века по популярности эта игра уступала только настольному футболу хоккею и автогонкам зато почти в неизменном виде дожила до наших дней все мы в детстве видели эту фигурку из-за чего светилась в темноте такая фигурка оленя такие светящиеся фигурки производили из полистирола и добавляли в них для свечения люминофор они чистый фосфор как уверяют некоторые знатоки но несмотря на это все советские граждане их называли фосфорными вспомните какой рисунок украшал этикетку любимого детьми советского напитка байкал напиток байкал появился на прилавках в 1970-е годы это был наш ответ на американские напитки пепси и кока-кола темно-коричневая ароматная газировка сочетала в себе растительные экстракты зверобоя корни солодки лаврового листа эвкалипта цедра лимона и других этикетку украшала изображение озера байкал с соснами на берегу из какого советского мультфильма слова этой песенки я был когда-то странной игрушкой безымянной на стихи эдуарда успенского в исполнении кларе румяновой хотя на самом деле песни прозвучала в аудиоспектакле чебурашка 1975 года в чем была особенность этого детского свистка из ссср у советских детей были очень популярны вот такие свистки с резервуаром для воды благодаря тому что воздух проходил через жидкость на выходе получался очень приятный мелодичный звук для чего в советском советские времена так связывали варежки а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео обычная бельевая резинка пришивалась к варежкам и продевалась сквозь рукава шубы или пальто этот нехитрый лайфхак спас от безвозвратной потери миллионы варежек по всему союзу а еще их прикольно было крутить над головой как назывались такие детские тапки это чешки такие тапки с красивым названием трудно натягивались на ногу даже несмотря на резинку и имели очень тонкую подметку любая неровность чувствовалась сквозь нее но сидели на ноге надежно не сваливались во время танцев и занятий поэтому их покупали именно для занятий в детском садике и для хореографических кружков из какого материала делались такие советские детские сандалии они действительно были из натуральной кожи мягкие удобные единственный минус неудобный замочек пока попадешь этим штырем в отверстие но зато вечный с прошитой стелькой анатомичные и достаточно красивые они были настолько прочные что малыши не успевали снашивать их и зачастую они переходили к младшим сестрам и братьям сколько серий мультфильма ну погоди было выпущено в советское время в советское время было выпущено 16 золотых серий мультфильма все серии сняты в одной стилистике и обычно показывались по телевидению все по порядку по несколько серий в день съемка серий велась с 1968 по 1986 год на студии союзмультфильм а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа из какого очень популярного материала сделана эта советская игрушка в данном ролике а 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 и а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Напишите в комментариях ваш вариант ответа. Из какого материала сделана эта игрушка? Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.